Встреча с главой муниципалитета была построена в виде диалога. Жители могли напрямую высказать свое мнение по решению насущных проблем и получить ответы на интересующие их вопросы. А таковых накопилось немало. Новый микрорайон, достаточно заселенный, здесь очень много проживает жителей. Для этих жителей требуется безопасное, чтобы эта жизнь была безопасна. Они хотят, чтобы здесь было отделение УВД. Они хотят, чтобы у них было комфортное место для отдыха, то есть организован парк. Житель деревни Дрожжино Андрей Лысак обратился к главе округа с просьбой об организации пожарного депо в микрорайоне, где проживает почти 70 тысяч человек. За последние 2-3 месяца личным был очевидцем и у нас по официальной статистике как минимум 6 крупных пожаров. Что такое крупный пожар? Это когда горит целое домовладение или к несчастью есть жертва. В ходе встречи Дмитрий Абаренов проинформировал жителей о стадии передачи в казну муниципалитета улицы Южной. Производится приемка второй части этой дороги. Были замечания у рабочей группы в результате комиссионного обследования. Соответственно, до 23 июля, до пятницы они должны эти замечания устранить и нам дорогу передать. Еще одна тема, которая была затронута, это организация прямого выезда для общественного транспорта на Варшавское шоссе. Для выезда автомобиля в полном составе необходимо организовать переходную скоростную полосу, которую там сейчас делать ее невозможно, с учетом существующих примыканий на Варшавском шоссе. Также на встрече обсудили вопрос организации систем канализации водоснабжения деревни Дрожжино. Жители беспокоят незаконная парковка грузового автотранспорта, который перекрывает выезды и создает аварийные ситуации. У жителей, да, это тот рупор, который живет в этой среде, который видит, выявляет, который информирует своевременно, а уже исполнительным органом власти его реализует. То бишь ищет способы непричинные, способы сделать, а не причинные, не сделать. А мы, депутатский корпус, именно являемся тем мостом между жителями и администрацией, которые слышат, видят и спрашивают с той же администрации в виде отчетов о проделанной работе. Ряд проблемных вопросов этой территории уже прорабатывается администрацией Ленинского городского округа совместно с правительством Московской области.